Привет, киноманы! Свежее кино для любителей побудрожить воображение и пощекотать нервы. Быть может, не самые искусные картины. Но среди прочего жанрового киношлага эти фильмы можно выделить. Они обладают оригинальным сюжетом. Впрочем, на вкус и цвет, как говорится, выбирайте сами. Приятного просмотра! Подземный ужас. 1991 год. Париж. Трое друзей решили испытать неизведанное и обратились к Раме, который согласился сводить их в поход по подземным катакомбам города. Старые тоннели, заброшенные ветки метро и древние каменоломни. Под городом оказался целый мир, облюбованный любителями острых ощущений всего необычного. От всего увиденного у ребят дух захватывало. Заплутав хитросплетение ходов, они наткнулись на вход в старый бункер. Разве можно было устоять перед соблазном залезть туда? Но вскоре им предстояло пожалеть об этом. 11-часовая уборка. Дилан работал чистильщиком, но необычным. Он выезжал на уборку домов, где произошло убийство со всеми грязными подследствиями. На очередной срочный вечерний вызов ему пришлось взять жену Рейчел, а также ее брата Маркуса с бывшей женой Ханной. В доме, где мужчина убил всю свою семью, жену с ребенком и тещу, а затем покончил с собой, должно было быть порядочной работы. Так оно и оказалось. Все стены в доме были измазаны кровью, но даже видавший всякое Дилан был поражен объемом работы, но больше всего удивляли странные знаки, нарисованные повсюду. Что-то в этом доме было нечисто. Наследственное. После смерти жены мужчина с двумя маленькими дочерьми решил переехать в родовое имение, доставшееся от родителей. Тихое местечко, где все было так хорошо знакомо. Думалось, что тут развеется печаль, утраты и жизнь вернется в спокойное русло. Но вдруг сначала младшую дочь Йень, а потом старшую Лин стали мучить кошмары. Настолько ясные, что было трудно различить грань между сном и реальностью. Но похоже, дело было вовсе не в кошмарах. На сегодня все. Не забудь подписаться и поставить лайк. Всем пока.